Привет всем ребята, с вами Хомиш и сегодня я вам расскажу за то стоит ли вам покупать КВ-5, сейчас вот он есть в продаже и многие задумались на этот счет, стали меня спрашивать после видео по Гусю, мол сделай по КВ-5, тому его же тоже не часто продают, надо ли его брать не надо Ну и я вам сегодня расскажу и объясню почему КВ-5 выигрывает и вы сделаете уже вывод, стоит ли его брать или нет, расскажу естественно о его плюсах и минусах Но для начала сравню его с Гусем, пойдем по всем пунктам, по всем характеристикам, у нас имеется 1780 единиц прочности То есть у нашего тяжелого танка 8 уровня единиц прочности примерно так же, как и у тяжелых танков 9 уровня, ну и столько же, сколько и у СТ, 9 даже больше Это очень круто, прочности здесь хватает и тут один из немногих танков, на котором вы не заморачиваетесь о том, что у вас будут хп тратиться, ну до того момента пока 200 не останется там или 100 Но тем не менее здесь это очень хорошо и это очень помогает У того же Гуся у нас всего лишь 1500 единиц Вес здесь тоже хороший очень и по весу у нас выигрывает КВ-5 Конечно, вес это не так хорошо, как кажется, то есть да, чем больше, тем наверное даже хуже Но это в случае с СТ или с ЛТ, например, у них да, у них чем больше, тем хуже А у тяжей важно, да, чем больше веса, тем лучше будет танк Ну не во всех случаях, но если танк и бронированный, и тяжелый, и у него хорошая удельная мощность, значит танк хороший и все-таки вес это важно Допустим, в случае Льва все совсем плохо, там веса много, но брони толком и нету, но это уже другая история и это не так важно Удельная мощность У Гуся чуть-чуть лучше, но не особо-то она и отличается У КВ-5 она тоже хорошая, примерно 12 лошадок на тонну Ну а у Гуся там 15 или 14 Поэтому разница невелика, это пока единственное, в чем выигрывает Гусь Максимальная скорость лучше у КВ-5 И КВ-5 действительно в этом выигрывает У него 40 км в час, это очень хорошо В плане тарана он просто шикарен Допустим, съехать на кого-то с горочки Набрать эти 40 км, а с горочки это будет 50 И просто кого-то вынести тараном за раз Того же, допустим, Тайпа Можно просто за раз за таранить с горочки И так оно и есть Ну, тех же суперпершингов и тому подобных танков Такие там как С-3 и ТД Тоже можно очень успешно таранить Еще часто КВ-5 убивается Даже сейчас влетают какие-то ЛТшки Там и т.д. на таран Пытаются его добрать и просто убиваются Главное выкачивать мастера тарана Скорость порта шасси Ну, чуть-чуть выигрывает Гусь У него 24 градуса в секунду У КВ-5 18 Ну, это не столь важно для тяжа КВ-5 этого хватает В принципе, на нем главное стрелиться и бортом танковать И прятать его слабые зоны Бронирование тут можно даже и не спорить У Гусят только лоб хорош 191 мм И это только вот лобовая деталь Вот это, в принципе, башня, не считая щек У КВ-5 180 и в башне И вот во лбу Так еще и во лбу Деталь вот самая основная лобовая Под диким углом Придает потенциалке Больше чем 300 единиц То есть Гуся вот в эту деталь Даже ПТ 8 уровня не пробивает Ну, естественно, у нас есть башенки Которые печальные пробиваются Вот эта вот башенка рядом Более бронированная Там вроде бы 130 Что-то такое Она не так уж легко пробивается И башенка вот вверху здесь тоже Не так уж и легко Как вот эта вот огромная сиська Это единственный минус Но башня у КВ-5 очень хорошая Очень хорошо танкует Маска тоже танкует И в этом плане Ну, КВ-5 все-таки, мне кажется Больше выигрывает, чем Гусь Так как все-таки КВ-5, у него более круговое бронирование У него и борта хорошие И корма хорошая Арта его не ваншотит И никогда не пробивает А вот того же Гуся пробивает очень часто У меня на КВ-5 ни разу арта не пробивала Она обычно кидает по 300 Там, а то и меньше Нужно только подбой ставить И все Ну, бронирование башни и корпуса мы разобрали Далее Орудие Ну и вообще ДПМ и тому прочее Единственное, в чем лучше Гусь, чем КВ-5 В плане орудия Это только УВН И все Так он, в принципе, всем уступает У КВ-5 ДПМ больше в разы У Гуся ДПМа толком и нету Так, если вот сравнить Что мы видим? Калибр больше у Гуся Ну, советов всегда больше Скорострельность лучше у Гуся При том, что Альфа почти равная Точнее, у КВ-5 Скорострельность больше Извиняюсь за оговорочку У него 7 выстрелов в минуту У Гуся 5.05 Альфа 300 У КВ-5 И 320 у Гуся, соответственно Пробитие лучше, да У Гуся Но тут и понятно Гуся кидает к десяткам КВ-5 не кидает Поэтому это даже Немножко глупое сравнение Вес у орудия одинаковый Точность почти одинаковая Ну, сведение чуть-чуть хуже у КВ-5 Но у него отличная стабилизация И чаще всего Во всех вот этих вот Лобовых Так сказать, замесах КВ-5 Свободное, без сведения По всем попадает Точность даже, как по мне Получше у КВ-5 Я достаточно снайперов взял И на КВ-5, и на Гусе С точностью у них все нормально Обзор лучше у Гуся Скорость по ворота башни Тоже чуть-чуть лучше у Гуся Ну и Рация тоже лучше Ну а так, в принципе Все равно лучше КВ-5 Ведь главное от танка Это От тяжелого Его бронирования Его такая что ли Огневая мощь И в принципе Практичность Так как В КВ-5 там можно И бортами танковать И светляки его не пробивают Ни в корму никуда И от арты Он не страдает И можно Много урона Выливать Потому что У вас Шикарнейший ДПМ Один из лучших Среди восьмых уровней Еще КВ-5 Очень редко горит За все время Я на нем горел Один раз Я это помню Я очень сильно удивился Больше никогда Не горел На КВ-5 Можно даже Две ремки вставить Ну а еще Гусь Дикий критосборник И Гусь часто горит У нас И движок ему критует И еще 3-ка с ним не делает Ну а КВ-5 Вообще так Критуется не часто Только радист Который всегда страдает Ну это и так Все знают Ну а так что Мой Выбор Это КВ-5 А уже Там вам решать Что покупать Я бы вообще Гуся не брал А КВ-5 Я бы купил Если бы у меня его не было Потому что он хорош На нем нужно просто Играть с умом Занимать позицию Становиться Бортом Танковать И раздавать дамаг И все В принципе Выцеливать главное Потому что пробития мало Гайдов по гусю достаточно Может быть Если много людей захочет Я сделаю и гайд Конкретно по КВ-5 Если кому-то Это будет интересно Ну а так Ставьте лайки Покупайте КВ-5 Гуся не покупайте Спасибо за просмотр С вами был Хомиш До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!